Девушки отдыхают Вместо того, чтобы сбивать очередные... Слышите? Уже давно слышу. Готовь оружие. Девушки отдыхают Пресс-цилла. Какой прогноз? Только говори прямо, без намеков. Раны затянутся, но что будет с голосом, я не знаю. Вы, наверное, понимаете, что для Трубадура это страшный удар. Такой, от которого можно потерять волю к жизни. Ты можешь как-то на это повлиять? На это может повлиять только ваш друг, Лютик. По лестнице. Мы на месте. Пойдемте. Чем быстрее управимся, тем лучше. А что? Ты куда-то спешен? Кто-нибудь может нам помешать. Например, Коронер. Или преподобный на Даниэль Постоде. Итак, нам нужно тело краснолюдского плотника. Попробуем его найти. Человек. Не то тело. Ищем дальше. Выглядит так, будто на него напали трупоеды. Это не то тело. Попробуем его найти. Мозоли на пальцах, опилки в бороде, одежда липкая от смолы. Должен быть он. Великолепно. Надо думать, вам не сделается дурно от вида крови. Нет. Начинаю вскрытие. С чего начнем? Смотрим голову. Волосы воняют гарью, будто он был на пожаре. Больше ничего примечательного. То, что ему выкололи глаза. Вас не интересует? У него действительно обыжжены глазницы? Да. Здесь какая-то серая пыль. Пепел. Очень мелкий. Убийца выколол ему глаза и высыпал в глазницы раскаленные угли. Похоже на то. Судя по виду ран, плотник при этом был еще жив. Смотрим рот. Роги волдырим. Как у пресцелы. Видишь? На горле надрез. Действительно. Он едва заметен. Его сделали маленьким, очень острым предметом. Скальпелем? Но зачем? Рана слишком мала, чтобы вызвать кровотечение. Но есть следы отека. Убийца... Должно быть он сделал трахеотомию, чтобы жертва не умерла слишком рано. Осмотрим корпус. Так, что у нас здесь? Глубокая рана с левой стороны грудной клетки. Шрам через весь живот. Посмотрим, что за рана. Действительно, сердце было вырвано, края раны прижгли. Погодите-ка. Здесь что-то еще. Яйцо какого-то присмыкающегося. Саламандра. Обожженное на целое. Я бывал на лекциях по герпетологии. И не припомню, чтобы присмыкающиеся откладывали яйца в трупах. Значит, или профессор Кохран глубоко заблуждался, или это дело рук нашего убийцы. Посмотрим на шрам. Рана длинная, узкая, отрезанного удара. Но края неровные. Это не важно. Смотрите. Нет ни опухоли, ни синяков. Это старая травма. Похоже, несчастный случай на работе. Скрывай брюшную полость. Предупреждаю. Будет сильно пахнуть гнилью. Я как-то дрался с Ригером, стоя по пояс в говне. Так что не думаю, чтобы... Стой. Это что за запах? Это объясняет, почему нет запаха разложения. И почему обыжжены глоткой пищевод. Смотрим ладони. Борозды. Это следы от веревки, так? Его связали. Как и следовал ожидать. Никто не выдержит таких пыток, не будучи связанным. Знаешь, по опыту... По опыту жертвы. Я провел год в застенках Третагора. Но это долгая история. Тогда лучше в другой раз. Смотри, видишь след? У нашего краснолюда было кольцо, но кто-то его снял. Видишь что-нибудь интересное на ногах? Щиколотка правой ноги распухла. Ногти поломаны. Должно быть, он очень сильно ударился копытами, прежде чем их отбросить. Не уверен, что сейчас подходящий момент для шуток. Простите. У нас, врачей, несколько иная чувствительность. Угу. И скверное чувство юмора. Осмотрим его гениталии. Сомневаюсь, что они относятся к делу. Надо проверить. Стяни с него штаны и... Хлера. Скорее, сифилис. Ранняя стадия. Сыпи еще нет. Это может быть связано с... Разве что еще один возможный мотив для убийцы. Довольно. Я уже знаю, достаточно. В таком случае просветите меня. А то я до сих пор понятия не имею, в чем дело и какой мотив у убийцы. Простите. Но пока я не хотел бы делиться выводами. Понимаю. Тайна следствия. Но вы скажете хотя бы, что намерены делать дальше? Надо бы осмотреть трупы еще раз. Ты знаешь, как его звали? Фабиан Мейер. А я Губер Трейк, коронер. Пришел сюда провести аутопсию, но вижу, Юахим, что ты меня выручил. Как всегда лезешь куда не нужно и втягиваешь в неприятности других. Кто это такой? Студент, третий курс. У меня к тебе несколько вопросов. Ладно, слушаю. Только быстро. А то преподобный Натаниэль как раз пришел с инспекцией. Сейчас он будет здесь. Вы старые знакомые? Губерт учил меня основам медицины. Достаточно давно. И недостаточно хорошо. Потому что некоторых правил ты до сей поры не усвоил. Например, что долг врача лечить, а не спасать мир. Ты ничуть не изменился. Это комплимент? Скорее констатация факта. Тридцать лет, и ты ничуть не изменился. Где нашли телоплотника? Это важно. Вы ведете следствие? Как увлекательно. Он погиб в собственной мастерской, к югу от рынка. Сразу у ворот на застенье, где напали на эту бедную трубодурку. Весь город об этом судачит. Возвращаясь к плотнику. Тело привез Евстахий, наш сборщик останков. Можете с ним поговорить, я только что его видел. Он за углом около... О, мое почтение, ваше преподобие. Что это за люди? Я, кажется, ясно сказал, никого не впускать. Ни под каким предлогом. Я знаю, но это друзья покойного, они хотят забрать тело. И речи быть не может. Уведи их отсюда, немедленно. Как пожелаете, ваше преподобие. Господа, прошу за мной. Вам придется выйти другим путем. Почему ты нас прикрыл? Я прикрыл себя. Если бы преподобный Натаниэль вызнал, что кто-то влез в мертвецкую и начал резать трупы без его позволения, у меня были бы неприятности. Но ты об этом не подумал, Йоахим, правда? Как всегда. Нет, ну, может, я и не одобряю вашего самоуправства, но я тоже хочу, чтобы убийца кончил жизнь на виселице. Так что, если я что узнаю по этому делу, я дам вам знать. Угу. Спасибо. Этот Натаниэль, он кто такой? Мерзавец. Как и всякий, кто носит одеяние Церкви Вечного Огня. Большинство из них становятся мерзавцами еще до того, как ударятся в религию. Вполне его случай. До Церкви Вечного Огня Натаниэль был палачом. Особенно он изощрялся в пытках женщин. Затем иерарх Химмельфарт назначил его смотрителем мертвецкой. Он отвечает за контакты с храмовой стражей, надзирает за кремацией, проводит погребальные службы в храме на острове и так далее. Угу. Мечта, а не работа. Мог бы сказать, что знаешь Корнера. Может, мы бы избежали прогулки в каналах. Я его знаю и поэтому избегаю. Вот и все на эту тему. Я все же продолжу тему. Что вас связывает? Это старая история. Но если вы настаиваете, вы слышали о студенческих протестах в 1242-м. Я их возглавлял. А Губерт донес на меня властям, и я очутился в тюрьме. Вот и вся история. Что будете делать теперь? Ниточек много. Мастерская этого плотника, сборщик тел, который его нашел, переулок, где напали на пресциллу. Есть чем заняться. У меня тоже. Боюсь, я должен возвращаться в больницу. Но буду держать за вас кулаки. Я с тебя глаз не спущу. Ребятенок у меня расхворот. Снова начнется. А. О, боги. Что тут случилось? Должно быть какой-то... Люстахи? Сборщик останков? А? Как ты узнал? Шестым чувством. Это ты принес в мертвецкую тело Фабиана Мейера, верно? Фабиан. Фабиан. А? Да, помню. Очередное безглаз и сердце. Нет? И шиля при нем тоже не было. Один из? Были еще такие жертвы? А, были, были. Нищие, бездомные ребятишки, уличные дявки. Помню, одна была такая толстая. Что пришлось ее порезать на части, чтобы в тачку поместилось. А завали ее скользкая телка, потому как... Некоторые вещи лучше оставить в воображении. Так что с ней случилось? Как это что? Преподобный Натаниэль велел ее спалить. Все части. Ой, жаль, ее было. Жаль. Жаль? Почему? А, неважно. Некоторые вещи лучше и правда оставить в воображении. Ты обыскал Фабиана? Ну, взглянул, что у него там в карманах. Ну, чтоб не пропал. Проще говоря, ты обкрадываешь трупы. Проще говоря, ты какого хера интересуешься? А? Что? Процент с меня снять захотел? Пшел вон мутант. Говорю, что ты при нем нашел. Да, как пожелаете. А, мелочи. Верстенек со стеклянным камешком, аромонет и какое-то пизнецо. Гляди. Хороший пергамент, телячья кожа. Затрул буковки и продам как новый. Это человеческая кожа. Истила. Имя следующей жертвы. Если бы ты отдал это письмо кому следует, может, никто бы не пострадал. А то мне важно, что там с какой-то пришешилой. Мало что ли баб в городе? Уйди с глаз долой, живо! Здравствуй, бродяга. Ура! Ура! Отличный огонь. Спасибо. Хо-о-о! Ура! Эй, красавчик. Кто-то топит углем? В это время годы? Человеческая. Возможно, пресцилы. Эй, сестра. Это он? Откуда мне знать? Посмотрим, что он будет делать. Ну давай, сука! Вот ты! Спасите! Туда! За смерть! Нет! Вот ведь! Ну, сколько мне еще ждать? Ах ты, собачий потрох! Не стой! Я терила на чищем удар! Нет! Слева заходи! Слева! Думаешь, ты и меня выпотрясешь? А я-то видал? Изврастенец! Девки драться умеют! Успокойся, я не причиню тебе зла. Что ты здесь делаешь? Месть ты ищу! Что вылупился? Не слыхал, что убийца всегда возвращается на место преступления. Вот мы с братицками и перетаились, чтоб с ним поквитаться. За перстылу. Едва не замутил ее, сукин сын. Знаю, я пришел сюда, потому что ищу его следы. И людей, которые могут что-то рассказать. Я-то знаю немного. Но что знаю, расскажу. Ресцилла была твоей подружкой? Подружкой? Нет. Но она видела во мне больше, чем просто глупую слюху. А это что-то да значит. Я хотела покончить с борделем. Найти достойное занятие. Но никто меня не брал. Ни в практике, ни в служанке, ни в кухарке. Будто я проказонная. А пресцилла она была другая. Я должна была сыграть в ее пьесе. Другие актеры боялись. Там всякие сутки носет весь самоогня. Свистуйская Зося на сцене. Представляешь? Ну, теперь конец с Минстанием. Возвращаюсь под фонарь. Мне очень жаль. Ну, бывает, работа и похудая. По крайней мере, я так себе говорю. Ты знаешь, что пресцилла не единственная жертва? Ой, дорогуся. Конечно, знаю. Это за нефтира началось. И другие так погибали. Ниссии, девушки, сироты. Ну, кто их позиреет? А дворцы общества. Так про анастасники говорят. А по именам кого-нибудь из них помнишь? Какие у них имена? Лысый, пудлатый, рыбка. Так их и звали. Ни семьи у них не было, ни друзей. И давно их уже созгли. Пока. Я должен еще раз осмотреться, только уж не мешайте мне, если не трудно. Конечно. Мы тихонечко сбоку постоим. Только ты скажи, из чего узнаешь. Ох, голова раскалывается. Мужская ступня. Убийца? Упор на пятку. Он пятился. Какие проблемы? Знакомый запах. Формалин. Ну, да. О. Эй, ведьмак! Коронер вас вызывает. Говорит, очередная жертва. Велел передать, что главные двери будут для вас открыты. И чтобы вы приходили как можно скорее. Есть там кто? Вон отсюда. А то собак спущу. Черный, стрыга, ко мне. Успокойся, я по поводу Фабиана Мейера. Я ищу его убийцу. А, ну разве что так. Так, сидеть, глупые псины, спокойно. Ну, заходи, уважаемый. Только не дергайся, тяпнут еще. Милые зверушки. Да ты, наверное, шутишь, уважаемый. Я их скотов сам боюсь. Но лучший пес, который брешет, чем злодей, который режет. Ты о ком-то определенном? Само собой. А паршивцы, который уделал Фабиана. Как забрали отсюда тело, я пошел к товарищу, что разводят бойцовых собак. И купил вот этих двух псин. Пришлось раскошелиться. Но хоть сплю спокойно. С кем имею честь? С братом покойного. Гус меня зовут. Мы вместе держали мастерскую. Мейер и Мейер. Ага. Теперь будет просто Мейер. Теперь, уважаемый, будет ликвидация. Как только найду покупателя на эту халабуду, вернусь в Махакам. Все ближе к семье. К тому, что от нее осталось. Ну так что вы хотите знать о Фабиане? Расскажи, что знаешь про убийство. По порядку и в подробностях. Дело было так. Возвращаюсь я с работ в Аксенфурте. И вижу. Над городом столб дыма. Ну, думаю, опять пропущу. Как какую-нибудь бабенку жгут. Но это не на рынке был огонь. А у нас. Видишь следы сажи? Там они горели. Наши скульптуры. Люди слетелись на пожар. И рядышком Фабиана нашли. Вот здесь. Я пока добежал, его уже на телегу грузили. Разговаривал с соседями. Они не заметили ничего подозрительного. Может, что слышали? Говорили, что нет. А если бы и слышали, все одно бы не помогли. В Новиграде люди мимо залитого кровью ребенка на улице так пройдут, чтобы шмаков не запачкать. Да не пойми, какого краснолюда им вовсе дела нет. У твоего брата были враги? Кто-нибудь его не любил, угрожал? Нет. Это скорее он угрожал одной такой. Фабиан был добрый краснолюд. Мастерюга, каких мало. Но и бабник страшный. Только чуть отложим денег. Говорю, купим новые инструменты, хорошего дерева. Так нет. Кошель в руки и айда по девкам. Потом все ходил за одной такой. Кричал. Это из-за тебя, сука, порченная падаль людская. И всякие такие слова. Ну, что там между ними было, этого я не знаю. Может, влюбился? А ты знаешь, где ее найти, эту порченую? На кладбище. Умерла пару дней назад. Но спокойно, в своей постели. Альфонс ее говорил, что грипп у нее был. Ладно, хватит разговоров. Мне бы осмотреться. Ай, пожалуйста, только псов не дразните. Статуи древних богов? Одни женщины? С выдающимися формами. Пятной крови. Здесь Фабиан и лежал. Как его нашли. Кажется, здесь что-то таскали по полу. Точнее, передвигали от одной стены к другой. Можно мне зайти в мастерскую? Я туда не заглядывал с тех пор, как... Как нашли Фабиана. Но, если хотите, так открою. И еще кровавые следы. Но я бы не сказал, что он истек кровью. Кто-то избавился от крови. Осталось только несколько лет, будто от удара ногой. Формалин. Сомневаюсь, что Фабиан его использовал в работе. Что ж, давайте выбьем. И что же случилось с этим целителем? Я шел себе... А я бы, нет пути, денег, нет пути. Да-да. Веди себя прилично, приблуд. А он? Проходите, мастер-ведьмак. Геральт, да? Хорошо, что ты здесь. Я ждал со вскрытием до твоего прихода. Очень мило с твоей стороны, особенно учитывая, что ты был не в восторге от моего первого визита. Потому что ты явился без приглашения и в сомнительной кампании. А у меня на шее висел преподобный Натаниэль. Теперь наш духовный опекун укатил за город по каким-то делам. А я уже знаю, кто ты и какая цель тобой движет. Так что с радостью помогу тебе в следствии. Фон Граци рассказывал о тебе. А, значит, ты наверняка слышал, как благородный предводитель студенческих протестов оказался из-за меня в тюрьме. О том, что эти протесты не были мирными, он, я полагаю, не упоминал. Начали гибнуть люди, ведьмак. Тех, что не хотели свободы, равенства, братства, временами находили в канаве. С горлом, перерезанным с хирургической точностью. Йоахим был моим любимым студентом, но я должен был что-то делать, поэтому я донес на него. Потом сам ушел из университета и устроился в Мертвецкую, где никого не интересует мое прошлое. А Йоахим, по иронии судьбы, спустя годы он возглавил отделение, которое я создал. Сколько фон Граццо лет? Пятьдесят, шестьдесят? Пятьдесят три, кажется. Почему ты спрашиваешь? Слишком молодо выглядишь для его учителя. Ничего странного. Я годами сижу в темноте, в прохладе, в испарениях от бальзамов и консервирующих средств. Словом, кто работает с трупами, живет дольше. Забавно, правда? Кто жертва? Йорис Аквинус, преподаватель теологии Аксенфурдского университета. Его нашли сегодня утром у него дома, на катафалке, сложенном из книг. Что за книги? Кажется, все были посвящены культу Вечного Огня и критиковали его доктрины. Да, в Новиграде это смертный грех. Ты не ладишь с Натаниэлем? С ним мало кто ладит. Это жестокий и вспыльчивый человек. Как-то раз он ворвался сюда, схватил скальпель, который я дезинфицировал на огне, и рассек мне спину до кости, из-за того, что я забыл запереть склад на ключ. Тяжело поладить с таким человеком. Думаю, ты согласишься. Начнем вскрытие. Это сообщение от убийцы. Имя следующей жертвы. Патриция Вигельбут. Боги! Он перешел уже все границы. Неужели на госпожу Вигельбут? Наследницу столь славного рода? Где ее найти? Говори. Она живет в имении за городом. На север от Оксенфурта. Я поеду к ней. Сейчас же. До свидания, Милсдаль. За донос наказываю. Служу вечному огню. Я тебя предупреждаю. Девушки отдыхают. Погоди, Плотва. Тебе чего тут? Я должен поговорить с Патрицией Вигельбут. Так ты решил, что любой оборванец может? Да, она в опасности. Впусти меня, или ее смерть будет на твоей совести. А если я тебя пущу, и окажется, что ты все выдумал, меня тут же отсюда выпрут? Мне казалось, что стражник должен защищать хозяина, а не собственный зад. Будь по-твоему, отведу тебя к госпоже Вигельбут. Только без всяких штучек. Ты меня понял? Да, добрый человек. Если ты ищешь работу, то... Не сказал бы, что я добрый. Меня зовут Геральт, и я ищу Патрицию Вигельбут. Ей грозит смерть. Смерть? Не шути так. Я видела маму сегодня с утра. Она была грустна, конечно, но в добром здравии. Я выслеживаю серийного убийцы, и у меня есть основания думать, что твоя мать станет следующей его жертвой. Даже если так, наша стража... Он очень жесток с жертвами, он их пытает, а потом вырывает сердце. Проверим, что с ней, на всякий случай. Тяжело мне в это поверить. Но я вижу, что ты не шутишь. Прошу за мной. Костер, как на билетейн, только время года неподходящее. Помнишь, я говорила, что мать грустит? На самом деле, она переживает кризис веры. Достаточно серьезный. Мы были в Новиграде. Мать увидела костры на рынке. Всю обратную дорогу она молчала. По возвращении приказала вынести священные книги, регалии, реликвии и сжечь. А потом закрылась у себя. Прибавим шагов. Ты слышишь? Тишина, покой. Все в порядке. И все-таки войдем внутрь, чтобы убедиться. Ты настаиваешь? Ну, будь по-твоему. Подожди здесь. Думаю, мама не в настроении принимать гостей. Он, он выбежал в другую дверь. Держи его. Держи его. Разделитесь. Убийца все еще здесь. Это он. Взять его. Ну давай. Жри грязь. Я тебе кости переломаю. Взять его. Взять его. Взять его. Взять его. Взять его. Судар! Субтитры делал DimaTorzok Я тебе кости переломаю! Стой! Не то получишь стрелу в кишки! Слушай, вы поймали не того. Со мной этот номер не пройдет. Я отведу тебя к госпоже. Ах, убийца все равно уже сбежал. Веди герой. Мы взяли его, госпожа Ингрид. Пришлось потрудиться, но... Опусти арбалет, пока сам себя не подстрелил. Этот человек невиновен. Простите, госпожа. Я увидел, как он бежит и решил, что он убегал и... Я гнался за ним и догнал бы, если бы ты мне не помешал. Прочь! Моя мать! Почему с ней так поступили? Почему? Не знаю. Ещё слишком рано делать выводы. Ингрид, я знаю, это очень тяжело для тебя, но... Обычно убийца оставляет рядом с телами письмо с именем следующей жертвы. Могу ли я... Можешь, но сделай это без меня. Я больше не хочу видеть её такой. Не хочу её такой запомнить. И... Пусть это будет последняя жертва. Прошу тебя. Ногти обломаны, синяки. Она защищалась. Наверное, поэтому у него ушло больше времени, и он почти попался. Вот и письмо. Сладкая Анике у Катарины Хромонашки. Он становится всё наглее, а не только имеющее место. В этот раз он от меня не уйдёт. Раны, как у предыдущих жертв. Нет смысла рассматривать, нужно лететь в Хромоношку. Больше не уж ночи! Не хочу письмо! Просто ищу жертвам! Может possibilities, ничем здесь не уйдёт. Субтитры создавал DimaTorzok Девушки отдыхают 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 Вот. АПЛОДИСМЕНТЫ не надо ли тебе чего мастер что формалин закончился я недооценил тебя сперва ты почти поймал меня инфаграм теделикто потом раскусил блеф с натаниэлем хотя вижу ты еще не все разгадал а то взял бы серебряный меч кто что ты такое вампир высший разумеется тебя была какая-то причина убивать этих людей зачем ты их пытал я думал ты и до этого дойдешь символика была кажется достаточно ясной угли для тех кто не видят огня яйцо саламандры которая рождается в пламени вместо холодного сердца сожженный голос чтобы до символика и сна не ясно только зачем вампира убивать во имя вечного огня повод очевиден я согласен с диагнозом который поставила церковь новиград пришел в упадок люди забыли что такое порядочность и мораль и я решил им напомнить так чтобы они заметили это извращенная логика но все же логика и я рад что ты ее заметил огонь побеждай огнем как говорится подумай о моих жертвах любострастный плотник который последний грош потратил бы на шлюх старая графиня которая бесчестит символы веры труба дурка для которой нет ничего святого сплошные шуточки они не заслуживали того чтобы жить но их смерть могла послужить наукой другим отрезвить их вывести через страх на верную дорогу к огню и к очищению для тебя боюсь уже слишком поздно я чувствую что ты человек маловерный а зато я неплохо владею мечом неплохо может не хватить до сих пор так надеюсь то 0 0 0 0 0 Продолжение следует... 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 Продолжение следует...